перемирие перемирие там такое одно название перемирия то есть как нас объявляется перемирий мы не стреляем то есть если у нас раньше было время когда поставили сигнальные растяжки там зеленки возле которые там стоим растяжка сработала простреляли ее ну там этот сектор себе дальше сидим спокойно то сейчас растяжка сработала наблюдать потом вообще до сказали что полностью прекращение огня только ответный огонь как я говорю стрелять можно тогда когда тебя уже убили на самом деле это не смешно потому что это вот во время этого перемирия как раз несколько человек у нас погибло вот по этой именно причине что стрелять нам нельзя то есть мы воюем по правилам а те кто по другую сторону они воюют как хотят минометами они почему-то бьют от именно по городу дебальцево это не столько но ты по позиции но вот они еще бьют по дебальцево по самому ты иногда заезжаешь дебальцево там дорога улица и воронка от мины то есть просто от направлении города и почему-то местное население считает что это мы же и расстреливаем дебальцево не могут понять что если мы сами стоим дебальцево и кто-то обстреливать дебальцево то нам это просто ну не надо потому что мы сами там находимся мы можем свои же накрыть два месяца с небольшим назад готовили то есть у нас были стрельбы у нас были занятия у нас была тактика у нас была медицина то есть нас готовили серьезно хотелось бы больше но слава богу было это потому что рассказывали в случае шоу когда просто люди приезжали день-два выдавали автоматы и отправляли но это хорошо если там человек служил срочную службу очень хорошо если еще в советской армии когда там еще хоть что-то делалось чему-то бойцов учили а вот уже независимой украине армию в нас была так вот скажем так средством отмывания денег из того что необходимо государство выдало оружие боеприпасы все остальное либо куплено за свои деньги либо было привезено волонтерами это в моем случае лично для чего обувь нормальная берцы которые дают это ну по крайней мере которые у нас были это страшная вещь не скрипят так что грубо говоря за пол километра можно слышать кто-то идет нужны наколенники обязательно потому что колени убить можно крайне просто форма нормальная этот дубок который у нас стоит на вооружении это камуфляж который видно в любых условиях это ну просто я не знаю какой идет создавал этот камуфляж но камуфляжем его можно назвать только по по общим параметрам кевларовые шлемы каски у нас такие вот с которыми мой прадед воевал во времена великой отечественной войны она не выдерживает ничего даже пистолет апм который вообще считается что если человек долго служил в армии он с первого раза не может застрелиться с него бронежилеты бронежилеты нам выдали конечно в этом в части нормальные разгрузки тоже очень нужная вещь потому что выдавали нам подсумки на три магазина которые вешаются на ремень крайне неудобные стягивают с тебя штаны если эти магазины еще полные тем более три магазины запасных это вот это не что что еще необходимо термобелье тактические перчатки тактические очки ну вот это вот все это во всего у нас просто как бы даже не по уставу не положено вот иметь солдат не как бы вещи необходимые но это все я же говорю либо волонтеры либо собственно покупается тепловизоры нужны потому что примеру ночью на постах вот темень такая что просто глаза вылазят ли просто устают глаза начинаем возможно даже падает зрение некоторые ты осматриваешься в эту темноту на ты все равно ничего не видишь больше начинаешь полагаться на слух тепловизор уже тебе какую-то уже картинку дает уже тут видно где-то где собака пробежала диета потому что уже можно что-то за что-то отличить приборы ночного видения приборы ночного видения это так очень такой момент потому что если даже человек в хорошем камуфляже есть такие камуфляже что человек отошел на 20 метров зеленку его днем не видно в тепловизор это с ночником его тоже не видно вот транспорт зил 131 на зон 66 урал если повезло крас это все еще советских времен это пока пока не пока водитель его крутит он ездит называется то есть с техникой все тоже очень достаточно плачевно если волонтеры подвозят там какую-нибудь хорошую технику то это это очень классно не хватает таких джипов внедорожников потому что на них можно реально это удобная вещь когда можно быстренько подъехать куда-то там если надо там сменить личный состав или еще что-нибудь там просто подвести три ящика патронов потому что в таком на иначе просто надо знать 131 зил можете себе представить то есть с техникой у нас вопрос конечно больной когда у нас далее крайний раз команду не стрелять что идет кто-то надо сначала ему крикнуть стой что идет потом надо крикнуть стой стрелять потом надо сделать предупредительный выстрел в воздух и только после этого открывать огонь ну тогда уже был травм просто у всех так вообще люди просыпь достаточно адекватно нормально реагирует просто шоу ты еснут этот угнетает обстановка когда по тебе стреляют а ты нет потому что тебе тут вроде как нельзя естественно ответный огонь ведется но дело в том что хотелось бы периодически там грубо говоря прорабатывать зеленки там и так далее такие места опасные ну нам пока не разрешат так дурна ситуация группа на миров на донбассе можно приблизиться тогда когда обе стороны этого захотят понимаете когда мы мы говорим что мы мы хотим мира по нам стреляют с этого только не выйдет поэтому не возможно там есть просто какой-то более стратегический план которым не просто даже не положено знать но исходя из того что вот на сегодняшний день я знаю я видел и так далее то я бы сказал что нечего с ними договариваться с террористами если вы смотрели вот американские фильмы на там террористы захватили заложников мы не ведем переговоры с террористами просто взять ту же самую модель поведения используют нашем случае мы в переговоров там переговоры с террористами не ведем и просто их уничтожать почему-то израиль не ведет переговоры с террористами америка не ведет переговоры с террористами а мы почему-то садимся с ними закруглый стол начинаем думать как нам сделать подписываем с ними документы они говорят, что мы не будем стрелять, а потом приходят и расстреливают наших бойцов. Дуристика полная. Приходили, пополнение приходило. Как они тренировались, я не знаю, потому как мы уже были в зоне АТО. Но факт того, что оружие им выдавали уже на месте, свидетельствует о том, что подготовка велась, наверное, не лучшим образом. Если мы нам оружие выдали, мы с этим оружием спали, мы с этим оружием выходили в столовую, мы за него отвечали на протяжении, грубо говоря, практически двух месяцев до отправки, то эти люди ходили налегке, видимо, на полигон им привозили какое-то оружие, с которого они стреляли. А потом уже приехали сюда, в Дебальцево, и там уже им выдали их личное оружие. То можете себе представить, когда ты имеешь одно оружие, к нему привыкаешь, ты его чистишь, ухаживаешь за ним, ты знаешь, как он стреляет и так далее. И совершенно другое дело, когда ты на подготовке бегаешь с одним оружием, или даже, может, бегаешь и без оружия, потому что это ж каждому надо отдать по автомату. А потом приезжаешь сюда, тебе выдают оружие, а тут еще и полный запрет на стрельбу, на пристрелку оружия, на это ты даже не знаешь, он у тебя стреляет или нет. Потому что у нас были случаи, когда меняли автоматы, когда автомат не стреляет одиночными. Такие вот моменты. Вы говорите, что у вас человек, где-то 20% людей по призыву, а остальные сами мобилизовались. Почему люди не хотят? Потому что они не хотят, чтобы этот бардак докатился сюда. Если понимаете, есть такое выражение, аппетит приходит во время еды. Отдали Крым вообще без одного выстрела, там двоих человек убили во время того, как Крым отобрали у нас. Полезли на восток. Если бы отдали восток, полезли бы дальше еще на юг. Отдали бы юг, полезли бы в центр. А дальше там кто его знает, как оно было. Если не дать нормальный отпор, это... Победа должна... Я не понял. По-моему, я смотрел фильм «Игра Эндера». Победа должна быть такой, чтобы предотвратить все остальные войны. Ну вот, у нас пока так не получается. По поводу коммуникации между такого рода подразделениями, не знаю. Но то, что у нас есть проблема с коммуникацией внутри батальона, это факт. В чем заключается проблема? Связи нет. Почему? Не работают аппараты? Ну, во-первых, недостаточное количество техники. Во-вторых, работает она плохо. В-третьих, большой разрыв, ну, малая дистанция работы этих. В-четвертых, куча разных раций. Все заказывают рации. Привезли одну рацию одному, короче, там, типа, друзья привезли рацию. Второму тоже привезли рацию. Они друг между другом не работают. Там, надо садить какого-то дежурного, у которого будет 15 раций, который будет, там, говорить, 15-й пост, все тихо, да. Потом пятый пост передает, пятый пост передает пятнадцатому, короче, что там, надо что-то сделать. Тут берет, ага, хорошо, берет эту рацию. Алло, пятнадцатый пост, нет, это 14-й. Чу, блин, вот эта рация, да, 15-й пост, короче, вам надо сделать то-то, то-то. Ну, иногда это даже анекдотично смешно. В большинстве случаев от этого всего плакать хочется. Не сказать, что там подавляющее большинство против нас. Скорее всего, это связано более с тем, что вот у людей уже просто идет ассоциация, что люди в военной форме, из-за них в них проблемы. И там они уже не особо не разбираются, эти люди нусят украинский флаг или георгиевскую ленточку. То есть, вот, ну, понятно, что где стоят какие-то войска, и по ним идет обстрел. Вот и все. То есть, понятно, что они хотят, чтобы это все уже быстрее закончилось и так далее, ну, есть люди, которые, наоборот, там приходят и, грубо говоря, приезжают на блокпост, мужики, короче, завтра вас будут обстреливать. Вот, предупредил. Ага, хорошо, спасибо, пацаны, там подготовились. А есть и наоборот, обратные случаи, когда там едет колонна, стоит мужик, считает машины, блин, им по телефону сразу. То есть, ну, и того, и того хватает. Вы видите мужика, который считает, сколько машин в вашей колонне, что вы делаете? Считает, звонит кому-то. А что вы ему сделаете? Жене позвонил. Не, ну, мы же тоже, грубо говоря, у нас… Вот если там, может, была у нас какая-то такая вот война, как в советские времена, там, мешок в голову, вернее, на голову, закинул в багажник, вывез в лес, там, допрос с пристрастием и так далее. Ну, как вы помните фильм «Напарник»? Это не наши методы. Что называется «Напарник»? Ну, ну, конечно. Неподинка. Вот, я это нашла. Это «Напарник». Это нормально. Я прийти, как мыслать. У меня это нормально. Здесь, есть всех книги. На самом деле, я не знаю, и так далее. Продолжение следует...